Дорогие соотечественники, в Библии где-то написано так, а если поточнее, то это Ветхий Завет и это Евангелие от Иоанна. И начинается оно так. Вначале было слово. Ну, в тексте исходном по-грешески там слово «логос», то есть «логос» — это и знание, и познание, и некоторая руководящая идея, и многое вот такое, связанное оно с нашим человеческим разумом. А разум — вещь великая. Как говорил один профессор, значит, один из булгаковских героев, он говорил так, разруха начинается в головах. Опять по Библии, потому что в Библии опять же сказано, если Господь хочет покарать кого-нибудь, Он прежде всего лишает его разума. Почему я начал вот с этих цитат из Библии, книги, книг, вроде как никогда не был замешан в особом пристрастии к теологии, но тем не менее, мудрая книга. И там сказано главное, что знание, хотя и Адам и Ева познали вот это яблоко знания, из этого все беды человечества и начали, тем не менее, раз уж встал на дорогу знания, согрешил и денежно, ну вот и двигай по этой дороге. Однако в последнее время появилась такая модная тенденция говорить, что зачем нам знание? Вот гаджет включил, и все, что надо, узнал. А что надо узнать? Ну, как что надо узнать? Вот там актриса какая-то развелась, Вайнштейн там кого-то соблазнил, а кто чего там украл, или кто кому там спасибо не искал. Короче, вот так, знание на уровне знания сплетен. Но есть такое знание, от которого зависит наше с вами современное бытие. Это знание носит очень набившее, может быть, всем искомину. Но это архиважное слово – наука. Потому что где наука, там и образование. Где образование, там прогресс. Посмотрите на такие страны, как Сингапур, Тайвань, Гонконг. Отсталые территории некогда, да и еще масса других стран, которые никогда ничем не блистали. И в последнее время находятся в топе государств с наиболее обеспеченным уровнем жизни. Рабочие места, достойные зарплаты, перспективы на будущее. Я бы осмелился сказать, что для таких маленьких стран, как наша Молдова, это единственный путь к выживанию среди супергигантов мировой экономики, мировой политики. И вообще в этом мире бытия сложного и противоречивого. Ну, вот приходилось мне не раз слышать, что да и Академия наук нам вроде как не надо, да и университеты. Одна дама, кстати, профессор, не буду называть ее имени, даже как-то сказала так. Слушайте, у нас сельское хозяйство разваливается, а на чем нам тогда сельхозуниверситет? Я так подумал. Видишь ты, вроде как логично. Промышленность у нас разваливается, а зачем нам тогда этот политехнический университет? Медицина у нас не бог весть какая. Давайте закроем. Нет. Внимание, это говорит профессор. Пединституты тоже получается. Раз что-то там у нас с образованием не то. Да, короче, закроем всю эту науку, закроем все эти центры в подготовке кадров высшей квалификации и поедем все на заработки. Кто в Россию, кто в Европу. А здесь, на месте, ну, что-нибудь тут еще от советской власти осталось что разворовывать. Так и будем разворовывать. И вот, чтобы преодолеть эти тенденции, которые нельзя никак иначе назвать, как кошмарными, тенденции не просто разрухи в головах, а когда люди, интеллигентные, образованные, политики особенно, делают все для того, чтобы разрушить вот этот порядок в головах, пойти против Логоса, против этого учения, что в начале было слово, то возникает вопрос. А не пора ли вот этот вектор, заплутавший вектор в никуда, повернуть соосно вектору историю? Поэтому мы пригласили сегодня в гости человека, который имеет непосредственное отношение и к самой философии, и к истории, и к философии, и самое главное, к науке, причем к науке не просто, как к абстрактному понятию, о конкретной деятельности, которая должна восстановить свои позиции, утерянные со времен советской власти в нашей стране. Это Корнелий Попович, доктор философии. Я пригласил для того, Корнелий, тебя в студию, потому что я слышал, так говорит, или интеллигсат со спутников передавали, что ты посетил недавно, значит, собрание Академии наук, той самой Академии наук, которые лишили ее статуса, которую загнали почему-то под Министерство образования, что как-то очень странно. И вот эти разговоры, а может на самом деле, а на что нам Академия? На что нам сельхозуниверситет, раз нет, раз то, другое, третье, четвертое. Или на этом собрании были услышаны, наконец, голоса ученых, которые, правда, в свое время Воронин, насколько я помню, сделал колоссальную реформу Академии. Колоссальный дал им полномочия, средства, статус. А потом пришло время, все ребята дружно надели, кстати, в университетах, зеленые шарфы. Вот, как быть с этими мужиками. Конечно, фейсы их подпорчены, безусловно. Но, с другой стороны, это все-таки лидеры, флагманы нашей науки. Некоторые из них, может быть, и совсем не молодого возраста, наука у нас стареет. Но мы знаем, пока есть грибница, пока есть корень, научная школа, как в фениксе с пепла, расцветает и находит свое место в мире. Здравствуйте еще один раз. Да, я был в Академии наук. 12 числа был предоставлен отчет Академии наук о состоянии науки в Республике Молдова. Довольно интересный отчет. Даже я скажу, это исследование той ситуации, в которой сегодня находится наука. Вы затронули очень много вопросов в вашем выступительном слое. От Библии. От Библии до Академии наук Республики Молдова. Я коснусь тезис на некоторых моментах, которые вы затронули. А именно, в Академии наук в последние два года я бываю довольно часто. Не только 12 числа. Начиная с 17-го... Поэтому я и пригласил Корнелия. Начиная с 17-го года я был довольно часто, потому что те так называемые реформы, которые провели за последние годы в Академии наук, но и во всей сфере науки в Республике Молдова, они были не подготовлены, не были сделаны необходимые расчеты. И это может привести к тому, что наука в Республике Молдова просто-напросто исчезнет. А те талантливые ученые, которые у нас еще есть, они уедут из страны. А что значит страна без науки? Это колония. То есть страна, которая не имеет науку, которая не имеет, соответственно, образования, она очень легко превращается в колонию. В 17-м году мы узнали об намерениях провести подобную реформу. по модели, которая не свойственна Республике Молдова, которая далека от реальности в Республике Молдова, которая далека от реалий, которые присущи подобным структурам в соседних странах, как, например, в Румынии, на Украине или в России. То есть провели вот эту реформу, которая практически разрушила инфраструктуру, которая сложилась с Республики Молдова за последние десятилетия в области науки. То, что нужно было провести изменение, реформу, однозначно нужно было сделать. Потому что ту реформу, которую сделали в 2004-м году, которую вы вспомнили при коммунистах, эта реформа передала Академии наук ряд полномочий, которые не свойственны Академия наук вообще в мире. То есть, начиная с 2004-го года Академия разрабатывала политики в области науки. Оно разделяло финансы для исследования, скажем так. Оно проводило сами исследования и так далее. Это нехорошо. Нехорошо, когда все это объединяется в одни руки. Потому что политики в области науки должны быть разработаны в правительстве, в министерство. Раздавать вот эти финансы. На министерство образования, куда сейчас воткнули Академию. Этим должно заниматься независимое агентство. А Академия должно заниматься координацией, исследований, потому что Академия наук... Именно исследования, именно науки. А Академия наук, потому что Академия наук Республики Молдова, она сложилась, то есть получила статус, скажем так, ядра научной инфраструктуры нашей страны. В результате вот этих реформ, которые были сделаны начиная с 17-го года, и которые президент Дадон не промульгировал законы, эти изменения, эти законы были промульгированы другими, скажем так, товарищами в кавычках, это привело к тому, что инфраструктура разрушена. Это привело к тому, что институты, которые были в составе Академии наук, институты, которые существовали по той схеме, которая присуща и Украине, например, и Румынии, и России, и других странах, они были отобраны от Академии наук и были переданы в подчинение Министерства образования Республики Молдова. Почему так было сделано? Несмотря на то, что были приведены очень много серьезных аргументов со стороны Академии наук, я думаю, что это было сделано, исходя из корыстных коррупционных схем по, скажем так, приватизации той собственности, которую Академия наук накопила десятилетиями. А собственность немалая. Это огромная собственность, это земли, это здания, это другие элементы инфраструктуры и так далее. Потому что на данном этапе Академия наук предоставлена, скажем так, зданием, которое находится в центре Кишинева и Академия наук не имеет никаких реальных рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию в науке Республики Молдова. Поэтому ситуацию нужно быстро и компетентно менять. потому что за последние два года из страны уехало довольно большое количество ученых. В науку не приходят молодежь, потому что они не знают что ожидать. Институты, которые были в составе Академии наук, они сейчас действуют, существуют сами по себе. Никакой координации не существует. То есть та платформа научного обмена, научного взаимодействия, который существовал до сих пор. И координации разрушила. Те проекты, которые были запущены с иностранными партнерами, они зависли в воздухе, скажем так, потому что сейчас непонятно, как продолжать, с кем сотрудничать. Тогда было понятно, есть Академия наук и через Академию наук можно работать. То, что скажем так, позитивным элементом вот этой всего реформы, я считаю, это то, что произошло объединение научного сообщества в Республике Молдова. То есть люди проснулись, научные деятели, академики, члены-корреспонденты, которые в 17-м году проявляли довольно, скажем так, большую пассивность. Скажем так, Академия спала, спала и проснулась. Да. Клюнул жареный петух. Пассивность. Сейчас они осознали, что если они не предпримут меры, то наука в Республике Молдова просто-напросто исчезнет. Это плохо будет для всех. И на этой встрече, о которой вы говорили, 12-го числа, были сделаны ряд довольно конкретных предложений, которые предполагают изменения законодательства, которые предполагают, то есть конкретные рекомендации по усовершенствованию политик в области развития науки в Республике Молдова и также по развитию инфраструктуры в нашей стране. То есть науку мы в Молдове должны спасти. Так как реформа, так называемая реформа 1917-го года, она коснулась с плохой стороны, скажем так, не только коснулась Академии наук и разрушила Академию наук, но разрушила, скажем так, всю инфраструктуру научную, которая существовала в нашей стране. Вся эта ткань была, скажем так, существовала сеть, скажем так, существовала инфраструктура. Сеть порвала. И существовало вот это ядро в ипостазе Академии наук. Это было разрушено. Взамен ничего не было предоставлено. Поэтому реформировать нужно, повышать эффективность деятельности научных центров Республики Молдова нужно предпринимать меры, но это должно быть сделано в результате продуманных решений, продуманных и эффективных политик. Я вам назову несколько цифр. Число научных работников за последние годы упало в пять раз. Визибилити, скажем так, научных исследований в Республике Молдова по данным международным рейтинговым структур упало с 300 места где-то до 450 мест. То есть на 150 мест. Практически отсутствует связь между... Но вот это в пять раз это кошмар. Практически отсутствует связь между бизнесом, между предпринимательством и наукой. Например, по последним данным подобные проекты, научные проекты разрабатываются только один процент научных проектов, которые разрабатываются в Республике Молдова, разрабатываются в партнерстве с бизнесом. То есть ориентированно внедрение. Тогда как в тех же европейских странах это десятки процентов. Вы правильно сказали, наша наука стареет. В науку не приходит молодежь и сейчас доля молодых ученых в общем количестве исследователей Республики Молдова упала под 18%. Тогда как в 17 году, когда проводилась данная так называемая реформа, была высказана идея, что в результате реформы процент молодых ученых найдет до 30. То есть процент не повышается. Произошло обратно. Напротив, это привело к тому, что ученые просто-напросто уезжают из страны. Молодые ученые. Они не ведут будущее. Безнадега. Значит, выходит, что то, что было высказано членами Академии, свидетельствует о том, что наконец Академия проснулась из литургического сна. Я думаю, я хочу верить в том, что Академия наук проснулась. Те вопросы, которые были подняты, например, о том, что нужно принимать новую методологию расчетов, скажем так, финансирования в области науки, это довольно актуальный вопрос, и ученые подняли этот вопрос довольно серьезно и компетентно. В том числе изменения в законодательстве, конкретные меры были сделаны. Но я вам скажу еще одну вещь. Первые элементы, скажем так, того, что ученые начинают просыпаться, произошли уже в конце прошлого года, в первую очередь в начале 2019 года, когда сами академики поняли, что они должны брать инициативу по реформированию и по восстановлению нормальной ситуации в Академии наук в свои руки. Поэтому они приняли новый устав Академии, они приняли, то есть они выбрали нового президента Академии наук. Я думаю, что это конструктивные шаги для того, чтобы Академия наук вернулась в нормальное русло. Тут и еще одно. Хотим мы или нет, но я не зря рассказал про историю, что сначала красный цвет вернул им статус приблизительно такой же, как был при Советском Союзе, а потом, как только красные ушли, они тоже надели зеленые шарфы. вот, и вот последнее, значит, связанное с нынешним президентом, господином Тегиняну, значит, упорно говорит народ, народ обычно знает, что говорит, что тут как бы попытались надеть синие шарфы, да, и вот тут как-то опять облом и, значит, как бы местная, так сказать, вечер, местный Майдан академический, я Майдан не в плане, что стрельбы и пальбы, слово Майдана это вечер, место, где собираются люди обсудить в экстренных ситуациях, и вот у меня такое впечатление, что сейчас их и не устраивает вот этот вот синий цвет, они еще цвета не выбрали, сейчас мультикалорность в нашей политике, вот, и народ решил, как бы по-новому что-то там избрать, по-новому руководство и так далее, потому что, насколько я слышал, много критических замечаний было к синим шарфам в составе академии, ну и как бы вот этот академический Майдан решил снова там избрать там инициативные группы какие-то стали создаваться и так далее, народ наукченный проснулся и решил поменять вождей себе там и все такое, пользуясь тем, что академия наук обладает удивительным свойством. Известно, что даже Йосиф Виссарионович Сталин не мог там на ту подневольную академию наук Советского Союза повлиять, чтобы избрали в академике нужного ему человека. То есть, это о многом говорит, что все-таки в академии есть этот дух средневековой демократии, вот, что в университетах всегда было ректором, могли студента избрать, там, всякое-то все оттуда от Сорбонна идет, от всех вот этих вещей, Лондонское Королевское общество, Академия Франции, тогда это хорошая традиция, ее наломать не гоже, это безусловно так. Но, вот, как Корнелий смотрится, насколько актуально сейчас это движение, то есть, вот, эта попытка, ты правильно сказал, люди проснулись, а раз проснулись, они говорят, так давай, если мы не спасем себя, сами нас никто не спасет, слава тебе, Господи, что, наконец, это пришло такое разумение, как ты сможешь вот этим предполагаемым реформам, там, выборам новым, что-то ожидается, вот, что ты понял, как бы, общаясь, вот, недавно был на заседании, выслушал все. То, что вы говорите, что 2004 год это была реформа красного цвета, да, возможно, возможно, ну, главная идея была в том, что в академию, в академии выделили довольно большие средства для существования, это было, скажем так, хорошее намерение для того, чтобы создать прорыв молдавской науки. Нужно посмотреть, был ли этот прорыв 2004 года или спустя некоторые... Как-то не был, батенька. Вот это проблема. Что касается той реформы, которая была в 17-м году в академии наук, ну, я бы сказал, что это была реформа чоушесского типа, то есть, подобная реформа была сделана чоушесского... С одной разницей. Кому-то очень не давали покоя помещения, территории, огромные ресурсы. по образу и подобию чоушесского. Приватизировать. То есть, чтобы все собрать в одном месте в Министерстве образования, науки. А потом по частям приватизировать. А, обязательно. Куда вошли детские садики, школы, институт, инфраструктура огромная. Академия наук, одно кладбище, музей и так далее. То есть, это академгородок. Так хотел сделать Чаушеску свое время. Академия академгородка. Спустя определенное время румыны очнулись и вернули все на круги свое. Что касается тех дискуссий, которые сейчас существуют в Академии наук, я повторюсь, возможно, мое личное мнение, что сейчас главный элемент, который может спасти Академию наук и нашу наук в Республике Молдова, это консолидация научных кадров, научной среды. Сейчас, если произойдет разлом этой консолидации, если произойдет разобщение научного мира в Республике Молдова, то мы потеряем и Академию наук, и науку вообще. Поэтому я предлагаю тем, у которых есть идея, скажем так, вот этого Майдана, чтобы они, возможно, сегодня немножко успокоились. А если у них есть какие-то конкретные предложения, чтобы они предложили эти свои предложения для того, чтобы, если они конструктивные, для того, чтобы развивать, а не разрушать Академию наук и тот баланс, который установился на данном этапе. Что касается президента Академии наук господина Тигиняну, то это человек, который признан во всем мире, в научной среде. Да, тут ему не откажешь. И его научные исследования в области нанотехнологии приняты и признаны на самом высоком уровне, скажем так, на мировом уровне. У него, потому что мы обычно, скажем так, дискутируем человека. А давайте будем дискутировать насчет того, что он хочет сделать. А для этого нужно открыть элементарно ту программу деятельности, которую он себе предложил. Я что же вам предложил? На тот мандат, на который его выбрали. А выбрали его, насколько я знаю, из ста присутствующих членов общего собрания, академики, член коры, доктора наук, из ста присутствующих, если я не ошибаюсь, за него проголосовали 95 человек. Мне нравится... Можно на секунду, а то я стар, батенька, могу забыть, запомни, что ты продолжишь. Смотри, получается так, что эти ребята очень мне напоминают киевские дела. Значит, эти хлопцы, сначала все дружно, 90-х, голосуют за этого человека, проходят какое-то время, Майдан просыпается и уже, как это, не любят аманды, значит, новые какие-то. С чем это связано? Ну, это может быть и специфика того момента, через который проходит сейчас Молдова. Академия те же люди, как и все молдаване. Академия является, скажем так, частью нашего общества, хотим или не хотим. И вполне резонно. Что касается программы, то там есть довольно конструктивные идеи по развитию науки, по возвращению институтов, по реформированию институтов, по укреплению, скажем так, молдавской научной инфраструктуры и многое другое. Там очень конструктивная программа. И я думаю, что проголосовали не только за господина Тегиняна как человека, но проголосовали за то, что он хочет сделать. И давайте... Скажем, за его программу. Да, и давайте позволим ему, чтобы он начал разрабатывать, то есть внедрять вот эту программу. То, что было на этой встрече 12-го числа, меня порадовал тот факт, что есть вот это единство научного сообщества Республики Молдова и есть конкретные предложения, как эту программу реализовывать в жизнь. То есть есть общее понимание, что науку надо спасать за нами Сталинград иначе нам всем каюк. Это люди стали понимать научное сообщество, но обычно не очень в этих вопросах активны. И второе, что я понял, что посыпались предложения. И тебе показалось, что эти предложения в большей степени конструктивные, чем снять, выкинуть, нового атамана и так далее. Предложение о том, чтобы новый президент подал в отставку, было высказано бывшим президентом, господином Дука. Но те аргументы, которые привел господин Дука по этому предложению, чтобы господин Тегиняна ушел, они для меня неубедительны, скажем так. Ну, нельзя господину, я думаю, господину Дуке предлагать, чтобы господин Тегиняна ушел, исходя из собственного типа Жора, ты же порулил, дай порули человеку. А если есть энергия, есть желание что-то сделать, я думаю, что нужно это желание и эту энергию канализировать в конструктивное русло. У нас огромные проблемы в области экологии, у нас огромные проблемы в области, вот вы говорили, медицины, у нас огромные проблемы, в том числе и в области государства. Да вот все, что профессор Жагрила, закроем все эти университеты, потому что это все отрушится. Государство, государство, государственного устройства, потому что у нас за последнее время есть, мы констатируем паралич государственной власти в республике Молдова, то есть Молдова руководила, скажем так, параллельные структуры, а не государственные структуры. То есть у нас уйма вопросов, которые можно решить лишь с участием, скажем так, научных методов, научных деятелей. Конкретный вопрос, проблема Днестра, ее можно решить лишь с участием экологов, специалистов, фимиков, которые могут предложить конкретные пути для решения этой проблемы, потому что если у нас будет проблема с Днестром, то Молдова останется без воды. и эта территория... Братская Украина еще построит дамбы, штук, шлист на Мерку, то это крантель. Эта территория останется без жизни. У нас нет других источников воды. Более того, Днестр пруд. И Днестр расположен так, что если вода из Днестра уйдет, то вода из наших холодцев уйдет в это русло, потому что она находится довольно низко. И артезианские скважины тоже питаются. Затем у нас есть большие проблемы с качественным качеством, не только с количеством воды, но и с качеством воды. На севере республики Молдова есть местности, где воду из колодцев нельзя пить, потому что это источник заболеваний и смертности нашего населения. У нас проблемы с здоровьем населения, у нас становится довольно, скажем, происходит омоложение определенных болезней. в том числе инфекционных. У нас проблемы с гепатитом, у нас проблемы с раком, у нас проблемы с другими заболеваниями, поэтому нужно работать. И все это связано со средой нашего обитания. Поэтому научным деятелям сейчас нужно работать по своим областям. А проблемы, кто должен руководить Академию наук, кто должен быть его заместителем, кто распределять деньги, оставим это другим органам, скажем так. А научные деятели, наши академики, должны работать на благо нашей страны, для того, чтобы решить вот эти конкретные, но очень важные проблемы для Республики Молдова. У нас демографический кризис. Мы прошли уже ту красную линию в области демографии. И сейчас мы не можем приостановить исход и уменьшение населения Республики Молдова. Вот недавно были опубликованы данные, что в Республике Молдова живут более, менее 200, 2 миллиона 700 тысяч человек. Это огромное падение населения. У нас проблемы в области демографии, мы это не сможем остановить уменьшение населения, но мы можем поднять качественно качество населения Республики Молдова, качество жизни. То, что мы теряем количественно, можно только одним качеством больше нечем противостоять. Во всех областях, в том числе и в санатате, то есть здоровье населения, потому что у нас рождаются меньше детей, у нас появляется поколение молодых людей, которые не могут иметь детей, то есть по состоянию здоровья, скажем так. А это тоже связано с экологией, с медициной, и так далее. Если в 1985 году в Республике Молдова рождалось 90 тысяч детей в год, то в прошлом году в Республике Молдова родилось 32 тысячи детей. А к 2035 году, если эту тенденцию не приостановить, ее остановить нельзя, но не приостановить, то у нас будет менее 20 тысяч рождений в год. А это катастрофа для Республики Молдова. Это демографическая катастрофа. станем территорией без населения. Но проблема не только в том, что... Нас Лукашенко предупреждал, говорит, смотрите, ребята, у вас очень ценная земля, очень ценная. Смотрите, очень многие смотрят, как ее занять. Ну, Лукашенко сказал так, у вас очень... Я присутствовал при этой дискуссии. И Лукашенко сказал, у вас прекрасная земля, у вас богатая земля, у вас очень красивая земля. Эта земля никогда не останется без хозяина. но зависит от вас, будете ли вы хозяевом этой земли или будет кто-то другой. Я вернусь к своей идее. У нас не только рождается... Философ Лукашенко. Не только меньше детей рождается, но и здоровье тех, которые рождаются. Тоже проценты, скажем так, рождаемых детей с проблемой здоровья тоже есть большие. Тоже есть большие. У нас была дискуссия, у меня была дискуссия с нашими выдающимися академиками в области медицины. Поэтому работы уйма. И мы должны помогать этим ученым, создавать им условия, чтобы они работали на благо нашей страны, для того, чтобы решить вот эти конкретные вопросы. А проблемы с... о том мы говорили кого снимать, кого назначать в Академии наук, я думаю, что уже эта проблема уже не актуальна. Более того, в уставе Академии мы ввели такое понятие, что эта структура и руководство Академии наук должно быть полностью деполитизировано. Потому что это была настоящей проблемой, в том числе и начиная с 2004 года, когда политический фактор вмешивался в деятельность Красный, зеленый, синий, цвета, шарфы, потому как менялся шарф на площади. Кто давал деньги? Да, что на площади. на площади великого национального собрания. сейчас нужно шарфики поставить в тумбочку и начинать работать на благо нашей страны. Для того, чтобы без того, чтобы ученые начали решение этой проблемы, мы эти проблемы решить не сможем. Ни в области экологии, ни в области медицины, ни в области государственного управления и так далее. ульи. То есть, получается, что вот эти движения связаны, ну, в общем, любой улей можно понять. Если в улей ткнуть палку или там еще чего-то, в ульи начинается роение, да, пчелы начинают роиться. И те же люди, которые за 90% голосовали за этот порядок в ульи, когда у улей был покрашен в синюю краску, да, вдруг, значит, пчелы там зашумели, забыли, кто, за что голосовал, ну, и вдруг появляется, скажем так, главная пчеломатка в виде Георгия Дуки и начинает новую пчеломатку, так сказать, костить всеми делами, ну, и целая куча там этих волей. Если честно, на этом собрании я не видел, чтобы эту идею, то есть идею господина Дуки поддержали. Ее не поддержали. Возможно, есть какие-то... То есть, роение было, но в виде гула такого, да, не особого. Был гул. А, был гул. Был гул. Был гул, но я думаю, что успокоился. Но на этом же заседании был показан маленький фильм о том, как спасают себя вот эти огненные, если не ошибаюсь, правильно называть их, огненные муравьи. То есть, когда происходит наводнение, эти муравьи, они спасают друг друга, объединяясь вместе. Они создают плод из муравьев. И эти, вот эти муравьи... А, я видел этот фильм. Да, вот эти муравьи. Коллективная самоорганизация. Коллективная самоорганизация. Если он остается в одиночестве, то этот муравей погибает. Погибает. А если они объединяются в этот плод, они спасают, всех спасают. То есть, они плывут через эту наводненную территорию и спасают себя, спасают эту семью, скажем так, муравьинную. Поэтому, я думаю, что этот пример актуален и для нашей науки, и для нашей академии, и для нашего общества. То есть, если, так сказать, говорить о судьбах нашей науки в лице академической структуры, то есть, то надо сказать первое. Ребята, не торопитесь хоронить академию, не торопитесь хоронить эти структуры, потому что они идут еще слова академия вообще у нас античная, это Греция. Значит, мы же знаем, что это у нас академия Платон и Ликей, тоже там перепотели. Вот лицей, вот Пушкин, у нас же было два в Афинах, академия и Ликей. Вот мы лицей говорим, Ликей, да? Потом средние века в университете знаменитые Болония, Сорбонна, там, Париж, там, их, тьма, Римский потом был знаменитый и так далее. И все идет к тому, что и в той же Румынии, и в той же Украине, и в Болгарии, во многих других странах, где сначала поторопились, как бы все передадим на университеты, а университеты передадут сами не знают кому, потому что над ними нависла угроза, то люди начинают приходить в розум и говорить, ребята, реформы реформами, но древние структуры, которые человечество выработало и которые доказали веками свою эффективность, университеты, лицеи, академии и так далее, их необходимо реформировать не в плане, что уничтожать, распылять, а им необходимо дать, во-первых, ресурсы развития и дать им, что, как я понял, мотивационный ресурс, потому что если мотивации нету, ничего развиваться не будет. Я с вами полностью согласен, и то, что касается идеи передачи научных исследовательских институтов, которые были раньше в подчинении Академии наук к университетам, я думаю, это будет огромнейшей ошибкой, так как это приведет к разрушению этих институтов, с одной стороны, с другой стороны, наши университеты сейчас тоже находятся не в самой лучшей ситуации. Я думаю, что грядет в том числе реформа, она уже продуманная реформа в инфраструктуре высшего образования. И в университетской науке в том числе, которая с академической связана очень сильно. У нас за последние годы количество студентов упало очень сильно, у нас есть и другие проблемы в высшем образовании, но я думаю, что к этому вопросу мы вернемся в другой передаче. А что касается проблем в сфере науки, то есть реальные проблемы, то есть проблема в смене руководства Академии наук, это надуманная проблема на данном этапе. Это не актуально, это только элемент будораживания той ситуации, которая уже успокоилась. Но среди реальных проблем это отсутствие эффективных политик в области науки. Например, вот представляете себе, что в Республике Молдова мы сейчас находимся в июле месяце, еще не определены, какие приоритетные направления должны быть в нашей стране. Вот эти государственные структуры, которые разрабатывают политику в области науки, они еще не определились. Ну да, типа хорошо, ребята, разогнали, там, все это, как бы, начали наводить порядок, а куда мы двигаться собрались. какие темы нужно исследовать, что нужно, что является актуальным для Республики Молдова. Поломать это нетрудно, а вот что дальше, что строить. Вторая большая проблема, до сих пор непонятна методология расчета институционального финансирования этих научных центров, то есть за что, как нужно финансировать эти центры, мы уже в июле месяце, уже более полугода прошло, и это проблема, потому что это приводит к непонятной ситуации, к хаосу. у нас была проблема, если мы не предпринимем сейчас конкретных действий, у нас были проблемы с аккредитацией в Алуаре и оценкой в области научных исследований. У нас был ВАК, у нас была высшая ассоциационная комиссия, которая была создана выдающимися людьми, бывшим ректором, академиком, мельником, господином Константином, Гаиндриком и другими видными научными деятелями Республики Молдова. И эта структура, высшая ассоциационная комиссия, была признана, скажем так, во всем мире. Безусловно, это правда. И была признана эта структура и России, и западными странами. И эта структура позволяла поддерживать довольно высокий уровень качества научных требований, научных исследований в Республике Молдова. Но в 2017 году кому-то не понравилось, что руководство этой структуры назначается декретом президента. И они взяли и реформировали, то есть ликвидировали эту структуру. Они создали что-то, которое подчинили министерство образования. И это очень плохо, потому что подобные структуры ВАК, в том числе и в западных странах, они являются автономными структурами. Они не должны находиться под политическим контролем. И не под ректором, и не под университетом. И сейчас у нас могут быть большие проблемы с точки зрения международного признания, скажем так, уровня качества То есть они привыкли к его требованиям, вдруг рыхлая, маршная. Поэтому конкретных вопросов у нас уйма. И я думаю, что силы у нас есть. Меня радует тот факт, что научное сообщество успокоилось, проснулось, консолидировалось. Есть конкретный алгоритм наших действий. И я думаю, что мы вместе сможем вернуть науку Республики Молдова в нормальное Рослое. В должное Рослое. Спасибо большое. И вам большое спасибо. Дорогие соотечественники, вот мы поговорили сегодня о судьбах нашей академической науки и о науке вообще и о путях Республики Молдовы в этом мире, которая безусловно без развития образования и науки нам не справится ни с нашими демографическими, я бы сказал, катастрофическим положением, потому что только за счет качества населения, только за счет качества нашей науки, образования, от него и соответственно нашей доли участия в мировом экономическом процессе, вот, просто нам деваться некуда. и поэтому спасибо Корнелию Поповичу, который пришел к нам в студию и рассказал нам, очень интересный, мало кому известный, а многим даже казалось, так это и нас оно как-то и не касается, вот даже как нас касается, потому что мы видим, что и образование наших детей, это наше будущее, и молодого поколения, которое не идет в науку, вон, цифры кошмарные назывались, наше спасение в образовании наших детей, в образовании нашей молодежи и в подъеме нашей науки и нашей экономики. Спасибо за внимание и не забывайте, что так во всем мире сейчас бурно развивающаяся сфера искусственного интеллекта, различных компьютерных технологий, это тоже относится к области фундаментальных наук. Спасибо за внимание, вечнолюбящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова